Точно так же, естественным образом, мужчине деваться некуда. Когда он с женщиной связался, мужчина, деваться некуда, им придется жениться, если женщина этого хочет. Проблема заключается в том, что большинство женщин ведь не настаивают. Они думают, ну живем, живем. Они боятся потерять, они думают, если я начну настаивать, он от меня уйдет. Означает, что женщина не понимает, что она женщина. В этом проблема. Надо узнать свою природу. Женщина может поменять отношения, если она захочет. Надо с нежно, с любовью просить. Ведь женское слово, оно ничего не стоит. Вот смотри, женщина сказала, хочу, чтобы мы расписались. Мужчина, ты что сказала? Прости. Смотрите, женское слово, с одной стороны, ничего не стоит, это с другой стороны, его никуда не денешь. Никуда не денешь. Если женщина сказала, все, никуда не денешь. Мужчина сказал, может назад взять. Женщина назад уже не вознет, она сказала, все. Да, она может сказать, что она назад взяла, но при этом останется слово. Если она 50 раз скажет, то начнет репу чесать, думать, надо жениться. Думать об этом начнет, реально. Но надо как мужчине говорить? Так, чтобы он понял. А как мужчине говорить, чтобы он понял? В этом секрет. Как женщине сказать мужчине, чтобы он понял? Надо сказать, как будто не сказала. Учитесь женщина так говорить, как будто не сказала. Хочу жениться на тебе. Прости меня, что я так сказала. Я пошутила. Хочу, чтобы ты не пил. Нежно очень, с любовью. Мужчина только так понимает. Если чуть-чуть эмоциями на него нажать, у него крыша сразу едет, он не может понять все. Я вам говорю очень серьезные вещи, и это очень и очень важно, то, что я сейчас говорю. Попытайтесь понять, как менять свою судьбу. Как мужчина должен женщине говорить? Вообще никак. Женщину поменять невозможно. Она меняется, когда ты достойен этого. Допустим, ты хочешь, чтобы жена тебя уважала. Расслабься, стань достойным человеком, она тебя начнет уважать. А если она тебя не будет при этом уважать, ей самой будет стыдно. Потому что все остальные будут уже уважать, а она тебя не будет при этом уважать. И ты будешь немножко смеяться над этой ситуацией. Потому что ты уже к этому привыкнешь. Ей будет стыдно, она начнет тебя уважать, по крайней мере, в своем сердце. А потом и сама. Женщину вообще не надо воспитывать. Вообще не надо воспитывать. У нее сердце снаружи находится, она воспитывается сама, когда приходит время. Женщина легко в семейной жизни меняется в лучшую сторону. Женщина легко становится верной. Мужчина начинает жить правильно, работать над собой. Женщина легко становится верной. Ее не надо туда тянуть, она естественным образом становится верной. Женщине очень трудно правильно отношения в семье строить, потому что у ней сердце снаружи. Означает, что мужчина плохо себя ведет, у нее портится настроение. Она с этим ничего не может сделать, настроение испортилось. Сразу на него начинает влиять, потому что женское настроение создает всю семью. Поэтому женщине поменялось настроение, ему плохо от этого, он к ней пристает. У нее еще больше хуже настроение, начинает скандал. С этим ничего не сделаешь, потому что женщина не может это контролировать. Но что она может контролировать, когда у нее хорошее настроение? Она может его посвятить мужу, подойти, обнять его, сказать, «У меня сегодня хорошее настроение. Тебе повезло. А менять его, любить, сказать завтра, возможно, будет плохое». И в это время, когда хорошее настроение, что нужно женщине, что должна делать? Она должна нежно и ласково мужу говорить правду о том, каким он должен быть. Это женщина должна делать обязательно. Потому что мужу больше правду сказать некому. Друзья сейчас не друзья. Настоящий друг должен говорить правду, но он не скажет. Почему? Потому что друзья только вот так делают сейчас. Они вот так не делают. Это называется не друзья, а прихлебатели. Настоящий друг говорит правду человеку. Сейчас нет друзей. Сейчас мало кто друг, понимаете? Мало друзей. Поэтому некому мужу, жена Аведа, говорят, самый близкий друг мужу, потому что её сердце знает, что мужу нужно для того, чтобы он был счастливым. Единственное, её сердце не знает, как это сказать. Женщина должна это сказать очень нежно. Тогда, когда у неё хорошее настроение. И когда она любит мужа, она должна сказать им правду в это время. Почему она не говорит? Потому что она хочет наслаждаться ситуацией. У неё хорошее настроение думать, «Ну зачем я сейчас буду говорить правду, если у нас сейчас так хорошо?» Она хочет наслаждаться. Она не хочет сделать счастье, принести мужа. Она хочет наслаждаться в это время. Это означает, что она портит себе жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова